Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, начнем. У меня очень много планов на эту неделю. Я надеюсь, что у меня все получится реализовать, много проектов. В прошлую субботу я не могла уснуть, и в какой-то степени я рада, потому что я думала о всех своих социальных страницах, думала о том, как мне улучшить свои навыки, на чем сфокусироваться, потому что днем у меня нет времени об этом думать, так как я стараюсь больше и лишить на машинке, или делать какие-то чертежи, выкройки. Вечером я работаю над влогами, инстаграм-страницами, поэтому, наверное, ночью мозг расслабляется, анализирует все, что было сделано за день или за неделю, и генерирует новые идеи. Буду постепенно вам об этом рассказывать, а пока давайте посмотрим, что же я делала на этой неделе. В этот раз для моего проекта «Что делать с отрезками ткани?» я решила сшить перет. Я нашла выкройку у Грассер, мне кажется, это Грассер 531. Так, секундочку. 531. У меня остался кусок ткани шелк с полиэстром, и я решила сшить вот такой вот интересный головной убор, который я буду обязательно носить этой весной. так как я человечек, который не любит делать одно и то же, у меня остался еще вот такой вот отрезок ткани, я думаю, тоже это сатиновый полиэстер, и я решила себе сделать тоже перет, но он будет немножко такой специфичный, я думаю, что я сделаю вышивку в одном месте, поэтому следите за результатом. Раз, два, три, вперед! Это мой продукт, это мой digital продукт, и я не хочу иметь полный контроль об этом. Я не хочу, чтобы кто-то в комментариях сказал мне, что это... Еще один маленький лайфхак, маленький лайфхак, как можно быстро вытащить нить, это использовать щипцы для проверения. Может быть, вы знали, если не знали, то это действительно очень простой и удобный способ. Как я снимаю фотографии? Используя мой телефон. Еще я бы хотела на этой неделе закончить два комплекта белья, поэтому сегодня я начинаю моделировать второй вместе с обучением. Поэтому я прохожу урок моделирования треугольной чашки с вытачкой, интересно, что из этого выйдет. И его будет практически невозможно сутюжить. Основу мы будем проверять на макете. Сегодня среда, мне нужно отправиться по делам, вот поэтому я решила прогуляться по заснеженному Парижу, насладиться солнышком и зайти на Монмарте. На Монмарте большое количество швейных магазинов и швейных надлежностей, поэтому решила туда съездить тоже. Проходила и проезжала возле всех туристических мест, и как странно наблюдать Париж без туристов. В магазине шитья я не искала ничего особенного, кроме определенных резинок для белья. Так я хотела прогуляться, вдохновиться новыми идеями, новыми тканями, поэтому получился такой маленький променад. Монтируя влог, я пересматриваю все видео, которые я засняла на этой неделе. И меня улыбнул тот факт, что я занимаюсь очень разными проектами, и о некоторых проектах я даже забываю. Я натолкнулась на два видео, работая над перчатками и плащом. Я оба эти проекта еще не закончила, но я на самом деле даже забыла, что я над ними работала на этой неделе. Поэтому важно иметь вот такое напоминание, как YouTube-влог. Если вы помните, над этим воротником я работала еще в своем постном влоге. Этот воротник был вдохновлен коллекцией 2020 года Гуччи Александра Микеле. Я вам покажу, как получилось. Обязательно оставляйте свои комментарии. Очень часто слышу о том, что нужно обязательно чистить машинку, и довольно часто я, к сожалению, этим грешу и каждый раз забываю. Я оставляю на потом, но в этот раз решила все-таки довести до конца. Перед тем, как я попрактикую шить новое нижнее белье по выкройке, над которой я уже работала. В пятницу мы решили встретиться с моей хорошей подругой, с крутым фотографом. Каждый раз, когда мы встречаемся, после у меня большое желание творить, куча новых идей, вдохновения. Мы решили встретиться, прогуляться по Парижу и выпить кофе. Несмотря на то, что был очень холодный день, сильный ветер, до сих пор многие заведения закрыты, можно только брать кофе с собой. Поэтому мы решили выпить кофе, прогуляться, поболтать и поделиться своим вдохновением и поддерживать друг друга в наших креативных начинаниях. Буквально за минуту до выхода я придумала очень необычный способ завязать шарф, так как в Париже в этот день было очень холодно и вообще в Париже сильный ветер. У меня не было с собой шапки по цвету пальто. Я решила обвязать шарф не просто как головной убор, а обвязать его вокруг талии. Получился такой эффект, будто бы мой топ идет в сочетании с головным убором. Мне очень понравилась эта идея. Почему? Потому что это хорошо закрывает шею, горло. В то же время такую придает изюминку. Единственное, головной убор часто слетал с волос и приходилось как-то раз его поправлять. Но самое главное, мне было тепло. И за счет веселого цвета моего шарфа настроение было очень хорошее. Субтитры сделал DimaTorzok И обратно за дело. В пятницу я потеряла свои любимые перчатки. Я не знаю, как я их посеяла, потому что мы прошли весь обратный путь для того, чтобы их найти. Но, видимо, они выпали из кармана и кто-то их подобрал. Но в этот раз выкройку я решила сделать сама. Поэтому наблюдайте за процессом. Убирайте деньги, которые помогают тебе. И всегда тебе. Ну и как всегда, на прекрасной ноте я хотела закончить неделю креативным проектом. Проектом, над которым я очень давно хотела поработать. Но боялась, что у меня не получится. Поэтому каждый раз откладывала. На самом деле это не так сложно. Для того, чтобы сделать такую блузу, нужна базовая выкройка блузки. Единственное, что я не знала, как делать воланы. Воланы, которые достаточно большой ширины, 14 см. Но у меня получилось, и я довольна результатом. Я решила создать новую страницу в ТикТок, связанную с фэшн. Объясню почему. Тут я очень долго пыталась формулировать свою мысль. И решила записать отдельное аудио и вставить его в видео. Ну, что я хотела объяснить. У меня есть моя основная страница в ТикТок, которая называется Атун Тур. И в которой я рассказывала о своем швейном пути. Аудитория, которая у меня в Атун Тур, это люди, которые интересуются шитьем. И когда я, допустим, делюсь какой-то другой информацией, она, получается, как бы считается ненужной людям, которые подписаны на меня. И поэтому я решила создать другой ТикТок, который будет ориентирован на аудиторию людей, которые любят фэшн, которые любят всякие разные необычные луки. И создать такой маленький кроуз-промоушен, чтобы в швейном ТикТоке я буду делиться именно процессом пошива. И также буду упоминать, что если вы хотите увидеть, как носить эту одежду, вы можете перейти на мой ТикТок, другой ТикТок. И в то же время, людям, которым, допустим, интересуется только фэшн, я буду указывать, что, допустим, определенно вот эта вот вещь была сделана мной. Чтобы, если людям будет интересно, они потом могли зайти на мою страницу или узнать обо мне побольше как о дизайнере. На этой прекрасной ноте я бы хотела сказать вам, если вы интересуетесь интересными нарядами, необычными сочетаниями, заходите на мою страницу в ТикТок Ди Эмпайр. Или, если вас интересует более швейный контент, всякие разные процессы пошива, то оставляю вам тоже ссылку на мой аккаунт в ТикТок, мой швейный аккаунт в ТикТок Атун Тур. Спасибо, что были со мной, провели со мной эту неделю. Желаю вам хороших выходных и до скорой встречи.